Господин министр, приятно вас видеть уже в Минске. Тем не менее, я хочу поблагодарить вас за то гостеприимство во время моего официального визита в Узбекистан. Прошу еще раз передать мои самые добрые пожелания и благодарность моему другу Шавкату Мирамоновичу за то время, которое я провел в гостях у вас в Узбекистане. Мы поставили перед собой тогда амбициозные планы достичь оборота в торговле миллиард долларов. Я думаю, что у нас времени нет для того, чтобы куда-то отступать, да и не нужно. Мы готовы для того, чтобы выполнить, сыграть свою роль. Надеюсь, что и Узбекистан также приложит максимум усилий для того, чтобы решить эту проблему. Особое вам благодарность за поддержку инициативы Шанхайской организации сотрудничества. Я знаю, внутригосударственные процедуры в Узбекистане и не только совершены. И я надеюсь, что мы станем, как это и положено, полноправными членами вашей организации. Она будет и нашей. Поэтому я вам очень благодарен. Особое внимание прошу вас обратить на создание совместных предприятий, о которых мы договаривались. Мы говорили тогда о Белазии и так далее. Давайте будем предметно в этом направлении работать. Мы в этом заинтересованы. У нас есть, что предложить Узбекистану. Об этом очень много говорили. И думаю, что будучи здесь, в Беларуси, если вы захотите посмотреть наши какие-то предприятия, пожалуйста, мы организуем вам в любое время посещение любого предприятия на территории Беларуси, чтобы вы могли убедиться, что его продукция приемлема для применения в Узбекистане. Я хочу, чтобы вы понимали, Беларусь всегда была настроена дружески, по-братски к Узбекистану и узбекскому народу. Вы можете не сомневаться, что так будет всегда. Я часто говорю о том, что мы очень похожи патриотичностью и отношением к своему государству. Поэтому давайте будем выполнять договоренности, которые мы достигли тогда в Ташкенте. Еще раз самое доброе приветствие и пожелание президенту Узбекистана. Спасибо. Можем и господин президент, прежде всего хотелось бы выразить огромное благодарность за эту аудиенцию. Для меня это огромная честь. И, пользуясь случаем, хотелось бы передать искренние слова уважения, приветствия уважаемого президента Узбекистана, как это Миромановича Мизиоева. Ваш адрес, господин президент. Он как раз до отъезда отдельно обратил мое внимание, сказал, что именно передай мои наилучшие пожелания моему другу. И, естественно, тот визит, который был совершен вами в Узбекистан, это исторический визит. Мы с коллегой об этом уже сегодня говорили. И в ходе этого исторического визита мы уже получили поручение соответствующие со стороны наших лидеров для того, чтобы поднять уровень на качественный, более высокий уровень отношения Узбекистана и Беларуси во всех направлениях. Ну, как вы сказали, уважаемый господин президент, сегодня отношения Узбекистана и Беларуси имеют такой беспрецедентный высокий характер. Этому залог ваша политическая воля, политическая воля наших руководителей. И с нашей стороны, со стороны Министерства иностранных дел будет всячески проделана та соответствующая работа для того, чтобы претворять жизнь те договоренности, которые были достигнуты в ходе вашего исторического визита в Узбекистан.